Эвакуация мирных жителей из Сум в Полтаву. По словам украинских властей, из города вывозится гражданское население. В обратном направлении везутся гуманитарные грузы. Первая колонна отправилась в 9 утра. Затем были сообщения о стрельбе на окраине города. Но по данным областной администрации, это была хаотичная стрельба, и зелёный коридор продолжает работать. Вице-премьер Украины Ирина Верещук также сообщила утром, что гуманитарный коридор заработал и на отрезке Мариуполь-Запорожье. Однако и оттуда поступали сообщения об обстрелах. Об открытии гуманитарных коридоров Украина и Россия пытаются договориться с 5 марта. До сегодняшнего дня сделать этого не удалось. Накануне ночью Сумы подверглись авиаудару российских ВВС. По данным Сумской прокуратуры, погиб 21 человек. Из них двое детей. В Харькове, по информации украинских властей, в результате ночных обстрелов погибли четыре человека. Их тела были обнаружены под завалами. В то же время из Харькова, который подвергается интенсивным обстрелам с начала российского вторжения, уже эвакуированы 600 тысяч человек, заявляют власти. До начала войны в городе проживало почти полтора миллиона человек. А это сегодняшние кадры из Киева. Так сейчас выглядит спорткомплекс «Авангард». Он находится всё в том же Бабьем Яру, рядом с телевышкой, которая была поражена ракетой ранее, 1 марта. В своём новом видеообращении Владимир Зеленский возложил вину за каждую смерть в Украине от авиаударов на Россию. Но ответственность за это, по его мнению, несёт и Запад. В Мариуполе впервые за десятилетия, возможно, впервые со времён вторжения нацистов от обезвоживания умер ребёнок. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнёры. От обезвоживания умер ребёнок в 2022 году. Вина на оккупантах, но ответственность за это и на тех, кто уже 13 дней не может утвердить, где-то там на Западе в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов, от этих бомб, ракет, хотя может. Президент Украины продолжает оставаться в Киеве. В своём инстаграме он выложил свежее видео, которое это подтверждает. Между тем, украинские военные заявили о гибели в боевых действиях под Харьковом генерал-майора Вооружённых сил России Виталия Герасимова. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, он участвовал во Второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии, а также получил медаль за аннексию Крыма. О гибели Герасимова также написал болгарский журналист-расследователь Христа Грозев со ссылкой на российский источник. Официального подтверждения российской стороны нет. А число беженцев из Украины, по данным ООН, уже превысило 2 миллиона человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Более половины из них приняла Польша. Это очень сложно, потому что уже столько лет прожили. Оставить внука в школу, оторвались. Это очень трудно. Я чувствую себя, как будто я ответственна за неё, поэтому мне легче было решиться на этот шаг уехать. Потому что если бы у меня не было ребёнка, я бы, наверное, не решилась уехать в неизвестность. Сегодня во многих городах Херсонской области, занятых российскими войсками, прошли митинги против оккупации. Мирные акции протеста украинцев прошли в Херсоне, Олежках, Чаплинке, Новой Каховке и других населённых пунктах. А в ВСУ заявили о нарушении прав населения на захваченных территориях. Бывший мэр Ирпеня под Киевом Владимир Капелюк опубликовал на своей странице в Фейсбуке сообщение, в котором рассказывает, что в Ирпене и в соседних городах и сёлах гуманитарная катастрофа, что российские войска не позволяют местным жителям выходить из дома и иногда обстреливают жилые дома, не позволяя даже убирать трупы с улиц. А нынешнему мэру Ирпеня Александру Маркушину, по его словам, предлагали сдать город. По мнению экс-мэра Капелюка, оставшееся местное население российские войска используют в качестве заложников. Продолжение следует...